Всем привет, с вами Грэс. В этом уроке я хочу дополнить свой один из первых уроков по переносу локации из игры в X-Ray SDK. Чем хочу дополнить? Так, то что я там переносил Припять из оригинального Сталкера. Вот что хочу сказать. То что из оригинальных частей переносить локации не нужно. Можно скачать вот такой пак Stalker Editor's Object Map. Он весь весит 14 гигабайт, но все качать не обязательно. Ну например я работаю с ZP. У меня есть тут папка карты и часть объектов ZP. В этом паке содержатся все исходники локации от одиночной игры и от мультиплеера. Вот они все тут. И также с дополнительной локи. То есть если мы одиночную выберем, тут у нас есть все левлы, они уже распакованные. Я хочу сказать то, что лучше пользоваться этими левлами, чем декомпилировать локации самому. Потому что если вы декомпилируете локации сами, то вот открываем SDK. К примеру, открываем равдату. Открываем объекты. При декомпиляции локации из игры в SDK у вас появляется папка Levels. Открываем, ну к примеру, Юпитер, подземелье Юпитера. У нас появляется множество файлов. Множество файлов, которые по сути не нужны. В случае с Припятью, тут их еще больше. Такое вот огромное количество файлов. И чем больше файлов, тем SDK дольше их прогружает. Тем сложнее работать в SDK, и в SDK начинаются тормоза. Нам нужно это оптимизировать. Я советую всем сразу начинать работать с этим паком. Если вы затрагиваете оригинальные локации. Здесь есть и локации от Чен, и другие там локации из оригинальных частей и билдов. В общем, открываем пак. У нас тут есть Object. Здесь есть папка Сцены. И вот примерно как выглядят объекты из исходников. Открываем, к примеру, тоже Припять. Здесь нету того огромного количества объектов. Здесь все разделено на несколько файлов. Ну, некоторое количество файлов. Их тут не так много, но они уже названы. Они вот не в таком виде. Их меньше. И поэтому SDK, когда будет открывать эти файлы, открывать Припять, он откроет ее намного быстрее. И сам SDK без вот этого вот количества будет открывать быстрее. В общем, лучше начинать работать с этим паком сразу. Ссылку я кину в описании. Но, если вы уже начали, как и я, начали работать. Вот, допустим, я работаю с оригинальными локациями. Я уже их все распаковал и уже давно начал с ними работать. Просто так заменить вы не можете. Вот в уроке я хочу рассказать, как заменить составляющую объектов у локации в SDK с вот этой вот на ту, которая в паке. Итак, вы должны распаковать этот пак. То есть, это карта ZP. Папка Levels. Правда, дать будет лежать здесь. Levels. Вот он, финал. Мультиплеер. Одиночная игра. Это я скопировал на всякий случай. Вот они все эти. Все эти файлы. Дальше. Объекты. Объекты мы открываем. Объекты. Папка Сцена. Вот у меня тут есть все оригинальные локации. То есть, я убрал мультиплеерные карты, потому что они мне не нужны. Если они запакованы в архив, то они SDK не просчитываются и, в общем-то, загружаются быстрее. Но самое главное, нам нужны оригинальные локации, то есть Припять. Припять, Затон, Юпитер, подземка Юпитера. Но мы попробуем на примере подземелья Юпитера. Вот здесь оно есть. Вот всего несколько файлов. А если мы зайдем в Object Levels. Юпитер Underground. Мы видим тут множество файлов, включая лоудов. А если мы будем работать с теми, то лоды будут браться из самого SDK, из тех деревьев, которые уже включены в SDK, и новые лоды вам создавать не придется. Новые текстуры. Итак, откроем мы Level Editor. Попробуем оптимизировать работу с подземкой Юпитера. Вот он у меня достаточно долго открывается. Ну, как сказать. Все-таки большое количество объектов я еще не совсем закончил. Припять я уже заменил. Можно удалить эту папку. Наличнее. Это для меня. Открываем мы подземку Юпитера, оригинальную, которую я сам декомпилировал, и с которой я работаю. Ждем прогрузки. Так, открываем он шеклист. Здесь у нас много-много файлов. Можно нажать КТРЛА и удалить все объекты, либо воспользоваться вот такой вот функцией. Вот она у нас. Открываем нашу папочку с локациями. Ищем подземку Юпитера и файл сцены объектов. Сцены объектов, в общем, объекты сцены, удаляем их. Далее можно закрыть файл. Открываем тот, что из пака. Вот он. Отсюда мы будем экспортировать объекты. Ждем прогрузки. Прогрузка завершена. Вот она у нас тут. Объектов не так много. Используется стандартный, оригинальный объект, который у нас у SDK уже есть. Да. И из тех объектов, которые от Юпитера, их вот тут всего несколько. Выделяем КТРЛА, КТРЛА. Все объекты. Дальше. Компилируем. Ой. Простите. Файл. Сейфас. То, что мы выделили, мы сохраняем. Сохраняем в папку нашего проекта. Например, level. Один точку level. Заменить. Все. Теперь мы можем закрыть тот, что из пака и открыть нашу подземку. Вот она. Сейчас у нас высветится то, что объектов нету, потому что мы удалили файл. объектов и нам надо нажать Open, то, что мы экспортировали из той локации. И подгрузить сюда. Вот. Мы подгрузили. Также можно было еще подгрузить сектора. Если вы собираетесь как-то изменить локацию и потом ее компилировать. А если вы просто работаете со спавном, то сектора вам не нужны. То есть, помимо объектов, можно было выделить еще и сектора, чтобы... Чтобы вместе с ними экспортировать с той локации в эту. Так. Ну. Вот теперь с этой локацией мне работать оптимальный. И я могу зайти в... В папку... RavData. Object. Levels. И удалить папку Jupiter Underground. То есть, объектов меньше, SDK загружается быстрее. Если мы откроем Object Select, то он откроется немножечко быстрее. Но у меня сейчас файлов достаточно много. Я еще не все локации так вот переделал. Вам всем советую, кто пользуется стандартными локами. Будь это даже не SDK 0.7, а какой-нибудь другой. Тоже пользоваться этим паком. А если вы уже начали пользоваться локациями, которые докомпилировали сами. То просто воспользуйтесь этим способом и удалите все эти объекты и используйте те, что даны в паке. Ссылку на пак я оставлю под видео. Пак большой. И все подряд качать не обязательно. Можно просто в наранте выбрать, например, эту папку. Карты, часть объектов ZP и скачать только их, не качая все остальное. Потому что тут действительно много. И скорость этого торрента не такая большая. Всем спасибо за просмотр. С вами был Гресс. Это группа официальный Мотострой Сталкер и Сталкер Мотострой.ру. Заходите в эти группы. Ссылка останется под видео. Заходите на мой сайт. Там также можно задать вопросы. Задать вопросы по урокам. Ссылка на тему есть на канале. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.